Объект высокой степени готовности. Детский сад на 240 мест до конца года примет первых воспитанников. На подходе еще один точно такой же. Учреждение строится по госпрограмме. Идея такова. Чем больше в регионе строится жилья, тем больше он получает федеральных денег на социальные объекты. Самарская область один из лидеров жилищного строительства. В микрорайоне Волгарь в этом году будет сдано больше 100 тысяч квадратных метров. Это специальная программа государства, где мы в свое время тоже участвуем и до сих пор участвуем. Это комплексное освоение территории. У нас тоже это комплексное. То есть все. И детские сады, и поликлиника. Комплексное освоение территории – современные направления в жилищном строительстве. Новоселам не надо искать, куда отвезти ребенка в школу или детский сад. Их строят вместе с квартирами. Одновременно решается вопрос благоустройства. Благоустройство – одна из составляющих комфорта. Газоны в Волгаре поддерживаются в идеальном состоянии. Этот двор называется Еловым. Здесь в основном деревья хвойных пород. Рядом строятся каштановый и сиреневый. Еще одно достоинство комплексной застройки – добросовестное управление кварталом. И, соответственно, невысокая квартплата. Жители знают, за что платят и как расходуются деньги. Со своей стороны жилкомхоз делает все для удешевления ресурсов. Во всех тепловых узлах идет автоматика на отопление, на горячую воду. Горячая вода приготовляется в тепловых узлах, то есть нагревается она там. Все это заавтоматизировано. То есть теплее на улице, немножко отопление поменьше, чтобы это поменьше можно было платить. Проект «Волгарь» рассчитан до 2025 года. В итоге здесь планируется разместить 60 тысяч человек, то есть по численности населения небольшого уездного города. Олег Зверев, Дмитрий Мешканцов. События.